Обо всем подробнее мы поговорим с нашим другом, политологом Гелла Васадзе. Приветствую тебя. Приветствую. Приветствую, Саган, радуюсь тебя видеть. И я тебя тоже. Хотя в последнее время нам с тобой приходится очень грустные темы обсуждать о твоей родине. Скажи, пожалуйста, вот эта попытка президента обратиться в Конституционный суд, это действительно способ спасти ситуацию? Или она обречена на провал? Вообще, что там с правосудием? Ну, знаешь, что больной перед смертью потел? Потел. Очень хорошо. Поэтому, ну, что с правосудием? Понятно, что Конституционный суд давным-давно находится под контролем властей. И я очень сильно удивлюсь. То есть, на самом деле, я не удивлюсь. На самом деле, если Конституционный суд примет какое-то решение о приостановке закона, это будет означать, что просто власти пошли. То есть, по какой-то причине, по абсолютно непонятной. Дали задний ход и решили не обострять ситуацию с Западом. Но пока я вижу, что они очень хорошо подготовились. Пока я вижу то, что, в общем-то, то, что, когда мы растерянного друг друга спрашивали, зачем они это делают, понятно теперь, зачем они это делают. Они воспользовались моментом. Они воспользовались турбулентностью, как в регионе, так и в мире. И просто-напросто решили забетонировать свою власть. Вечного ничего не бывает. Они это слабо понимают. Я понимаю. То есть, каждый, кто находится во власти, у них начинается потом такая кислорода болезнь, когда только через некоторое время, когда уже обстоятельства меняются, они возвращаются в жесткую реальность окружающего мира. Поэтому, ну, вот сейчас власти решили быть у власти, уж прости за эту автологию, вечно. В этом смысле вот этот визит высокопоставленной чиновницы Госдепартамента США, это что, последнее предупреждение перед тем, как курс навсегда, как думает власть, очевидно, будет изменен? Ну, кстати, власти так не думают. Власти так не думают, потому что власти думают, что Соединенные Штаты и Европейские Союзы просто примут их, какими они есть. По принципу Самоса Сукин сын, но это наш Сукин сын, ну, или почти наш Сукин сын, который говорит правильные слова. В принципе, власти, и на это тоже их расчет, расчет следующий, что если мы будем говорить правильные слова про демократию и правильно голосовать в организации объединенных втаций, о чем, кстати, свидетельствует последнее голосование вот по поводу, по вопросу о выводе российских войск Запорожской АЭС, то тогда все поймут, и не то чтобы простят, но примут такими, как и они. Вот примерно вот такая. Что касается визитов вашингтонских чиновников, знаешь, я все время вспоминаю слова Черчилля о том, что американцы всегда находят самое правильное решение, но только после того, как попробуют все остальные. Давай прямо скажем, ну вот как так получилось, что довели ситуацию вот до такого момента, что не знали о природе этой власти, которая, кстати, пришла, эта политическая сила грузинская мечта, Безинай Иваньшвили пришел к власти при их безусловной поддержке и давлении на Саакашвили. Знали прекрасно. Не знали, что дальше будет, не знали, что происходило в 2016 году, в 2020 году. Просто домашняя птица жареная клюнула только сейчас. Ну и поздновато спохватились, потому что давным-давно выстроены все линии обороны. Никаких санкций наша власть, по крайней мере ее высшие эшелоны, не боятся. Готовы ко всему. Приняли формирующие законы. И с этих позиций уже в октябре после выборов они начнут переговоры с Западом. Что, ребята, вот хотите, мы будем делать хорошую мину при плохой игре? А хотите, не будем делать хорошую мину при плохой игре? Вот так вот. Один из ключевых сотрудников администрации Байдена, Майк Карпентер, тоже комментирует ситуацию в Грузии. Развитие событий в Грузии несовместимо с ее стремлениями стать членом НАТО. Об этом заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер. По его словам, в последние месяцы Грузия избрала ошибочный курс. Посмотрим его цитату. Предостережение США не ограничивается так называемым российским законом, вводящим термин иностранных агентов. Когда мы видим преследование гражданского общества, ограничение свободы слова, прав человека, это несовместимо с евроатлантической интеграцией. Майкл Карпентер, старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США на брифинге в Вашингтоне. Ранее в НАТО заявляли, что из-за закона об иноагентах не откажутся от партнерства с Грузией. Так, на саммит НАТО, который состоялся в Вашингтоне на минувшей неделе, был приглашен официальный представитель Тбилиси, министр иностранных дел Илья Дарчашвили. По итогу саммита министр назвал участие грузинской делегации очень важным. Руководитель МИДа Грузии подчеркнул, что страна будет активно работать со своими партнерами, чтобы это имело конкретные ощутимые результаты. Завершился юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне, который, я считаю, был очень эффективным, поскольку в очередной раз было отмечено очень сильное единство стран-членов и стран-партнеров. Были проведены дискуссии о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мир в плане безопасности, и поэтому состоялись очень глубокие дискуссии о том, как работать вместе и демонстрировать, что как страны-члены, так и страны-партнеры работают вместе для преодоления этих проблем. Это было очень правильное решение пригласить в Вашингтон партнеров, в том числе и Грузию, быть вместе со странами-членами НАТО. Илья Дарчашвили, министр иностранных дел Грузии в соцсети X. Это, на самом деле, твои слова подтверждает о том, как режим Бедзина и Ванишвили видят свое будущее. Я-то называю шизофренией, по большому счету, политической. Вот, с одной стороны, такая явная пророссийская позиция, нарративы, а с другой стороны, видишь, на саммите НАТО присутствуют, поддерживают Украину. Как это уживается? Неужели настолько широки взгляды сторонников Ванишвили? Это очень легко уживается. Причем это уживается не только у Грузии, это уживается у целого ряда стран. Поэтому очень легко. Ну, конечно, в случае с Грузией, это почему так это вопиюще? Потому что это очень близкие. Хотя, в принципе, у Турции это уживается. Торговля с Россией, например, и делание деньги с Россией, и в то же самое время последовательное членство в НАТО, это не просто какое-то членство в НАТО. В Турции уживается это вполне. И, в принципе, ну да, такова политическая жизнь. Другое дело, что здесь у нас, у Турции так или иначе существует институциональная демократия, и тот, кто мне скажет что-то не так, скажет неправду, потому что я просто посмотрю тогда его посмотреть последние результаты муниципальных выборов в Турции. А что касается Грузии, то касается Грузии. Ну, видимо, мечты о нормальных демократических институтах и так далее придется отложить. Будет ли хуже? Еще хуже, чем есть. Конечно, может быть, но в конечном итоге закон об иностранном влиянии слэш иноагенты, считайте, они же приняли. Так что на самом-то деле это первым делом отразится, конечно же, на внутренней политике Грузии. Это первое. Что касается откровений Карпентера, всегда уважал этого человека, молодец, садись пять. А вот что касается откровений Дарчаашвили, то здесь вот та самая хорошая мина при плохой игре. Мой коллега, соведущий в смысле по каналу «Новости Кавказа», Валерий Челлашвили назвал то, что произошло на саммите НАТО для Грузии, катастрофой. Это правда была катастрофа? Впервые в истории саммитов НАТО, в которых участвовала Грузия. Грузия не упомянута никак, кроме как в констексте, что НАТО требует вывести войска с оккупированных территорий Украины, Молдовы, Грузии. Все, больше никак. Нам целые абзацы посвящали. Это означает что? Это означает то, что мы просто не в повестке дня НАТО. Старый анекдот, он длинный, я не буду занимать эфирное время, про Брежнева, который, когда поезд остановился, потому что путь кончился, он предложил сесть в вагоны, раскачивать их и делать чук-чук-чук. Вот примерно то же самое, если мы говорим о евроинтеграции и так далее. Евроатлантическая интеграция, этим будут заниматься наши власти. А имеет ли это какое-то практическое значение? Конечно же, имеет. Ребята, зарабатывать на торговле с Россией, причем сейчас это очень большие деньги, ну, для них, не для Грузии, а для того, того части грузинского бизнеса, который связан с властями, ну, это же святое дело, вы чего? Это же бубновый интерес. Поэтому, ну, все грустно, конечно, но все банально и пошло. Держи, пожалуйста, мы и с тобой, и с коллегами, которые остаются в адекватном состоянии, слава богу, в Грузии достаточно умных людей, обсуждали часто октябрь, как, знаешь, действительно такой Рубикон, и возлагали надежды на выборы, на, может быть, гражданскую активность. Вот сейчас, в июле, что бы ты сказал, действительно ли в октябре есть шанс, что все-таки Грузия вернется на путь, который давно избрала для себя уже европейский, евроатлантик? Ну, сейчас ты у меня спросил, верю ли я в чудо. Да, я еще не утратил способность верить в чудо. Такая очень детская вера, но это будет именно чудом, потому что, ну, если мы возьмем стартовые условия, а стартовые условия следующие, власть приняла все формирующие законы для того, чтобы отрегулировать выборы так, как им надо, а оппозиция не сделала ничего для того, чтобы этой власти помешать. Более того, оппозиция у нас категорически, несмотря на социологические опросы и так далее, и тому подобное, отказалась объединяться. А это означает, что, ну, не совсем понятно, они пойдут каждый за себя отдельными партизанскими отрядами или там тремя колоннами, но все три случая это... Скажем так, вот во всех трех случаях властям будет достаточно просто, достаточно... Ну, властей будет достаточно ресурсов для того, чтобы просто-напросто отрегулировать результаты выборов так, как нужно им. Четвертый вариант, который предусматривает несомненную победу оппозиции и поражение грузинской мечты, наша оппозиция просто не рассматривает. Поэтому, ну вот, давай с тобой понадеемся на чудо. А если бы спросить у тебя, какой был бы экспресс-план, потому что все-таки два месяца всего остается... Экспресс-план? Да. У меня предложение экспресс-плана к правительству Соединенных Штатов, если их еще немного интересует, что происходит в Грузии. Пригласить лидеров всех оппозиционных партий в Вашингтон и пообещать им, что если они не объединятся, санкции будут введены против них. Неизбежно. Вот это экспресс-план. Это план, который сработает. А как ты считаешь, вот гражданские акции, неповиновения, протестов могут произойти, если власть начнет откровенно манипулировать с выборами? Ну, неизбежно, неизбежно другое дело, что вот здесь уже никто не знает, как протесты вырулят. Это уже зависит от очень многих факторов. Что ж, спасибо тебе большое. Всегда находишь слова, время, мысли для того, чтобы помочь нам понять, что происходит в Грузии. Потому что, как ты понимаешь, мы с огромным вниманием следим за твоей родной страной. Спасибо тебе большое, Гела. Удачи и самым добрым силам. Гела Васадзе, политолог, был гостем этой части эфира. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.